Одесситы, русские не придут. Русские никогда не придут в город, по которому можно пройти бандеровским маршем. Русские приходят только тогда и туда, где их будут встречать триколорами и цветами, как освободители. А у вас, одесситы, у русских есть серьезные основания сомневаться. Поэтому русские не придут. Русские не придут в Одессу ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Они уже пришли туда 200 лет назад и с тех пор не уходили. Русские – это вы или вы не русские? Русские? Докажите! Три сотни чорноморских козаків проти 200 правоохоронців. Масові заборушення у центрі уваги учасників свята відкриття памятника Катерині ІІ. Якщо беремося ми тут силами більш потужними, а ми прийдемо сюди тоді, коли буде судове рішення про скасування цього памятника, який розпалює національну ворожнечу, який розпалює протистояння в суспільстві, а це кримінальна відповідальність, ми його своїми руками занесемо і покладемо там, де він має лежати, на дні Чорного моря. Інша організація козаків, так звані «Вірні війська» Бодана Хмельницького біля памятника Катерині ІІ чергували ще з самого ранку. Ідею з культурного композиції з основника міста вони підтримували із самого початку. Скульптурна композиція з основника міста на Катеринській площі вперше з'явилася ще у 1900 році. Згодом її знесли комуністи, а натомість встановили пам'ятник матросам Потьомкінця. Одеська чиновника вирішила відновити площу так, як вона виглядала раніше. Окрім пам'ятника, засновникам міста реконструювали будинки на площі. Наразі новий пам'ятник чиновнику обіцяють посилено охороняти. Статуя російської імператриці XVIII века Екатерини Великої була вивезена із українського міста Одеса в середу вечором. В ту ж ночь був демонтуваний пам'ятник русскому полководцу Олександру Суворову. В разгар войны России в Україні Київ активизирує усилия по стиранию следов советського і російсько-исторического присуствия із общественного пространства, снося пам'ятники і переименовував сотні улиц і других міст. Одеситы встретили демонтаж пам'ятників со смешанными чувствами. Чисто у мене такое, що історія є історія. Конечно, щас то, що вони сотворили, як говориться, з нашою Україною, це не дуже добре. Ну, не знаю. Історія, взагалі, вона должна оставатися, історія хороша вона чи плоха. В октябрі Одеський горсовет опубліковав результаты інтернет-опроса. Мнення одеситова о том, должен ли пам'ятник остаться, разделились почти поровну. 50-2 процента выступили за то, щоб он был полностью разрушен. Чуть більше 36 процентів считає, що його потрібно оставити з історическим объясненням. Ну, мені кажеться, що в тому, що тут написано, є дуже важний смысл сьогоднішньої життя. Важний, тому що... ...ми наблюдателі життя. І ми тож, коли растреливали Белий дом, люди з інтересом, удивлением і любопытством збиралися на крышах, в окнах, глядели, як растреливають Белий дом із пушек. За що міністр внутрінних дел, який победив Белий дом беззащитний, получив Героя России. Тоже саме і происходит вокруг. І то же саме було в Одесі. Коли на Україні, на Майдані, на Крещатике, убивали. Значить, відбивалися російські спецслужби, закидували коктейлями Молотова, Беркут. Простой народ, убивалися зніпера на зданиях. Кто це убивали? Російські спецслужби? Нет. А в Одесі, хто убивалися, ребят? Убивалися зніпал. Жителі України зжигали. Свої ж. Я позвонив моєму товарищу, як дела? А він говорить, да нічо, нормально. Я говорю, як нормально? Говорю, ну нормально. Вот только шел по улиці, видел товарища, і пошли в ресторан обедати. Шел поїху. Шел поїху. не обойдется когда я читаю комментарии о том как украинцы пишут прям с таким ненавистью так вам и надо так вот к нам пришли такая простите родные а восемь лет когда гиб донбасс гиб донбасс и донбасс появился не сам собой донбасс просто посмотрел и ужаснулся тому что к власти пришли фашисты и они не захотели быть вместе с фашистами а почему другие регионы тогда не ужаснулись по хорошему нужно было вот эту всю я раша и так далее просто и вот так вот и все и вопрос бы закрылся и дальше мы жили бы одной большой дружной семьей с вами вот об этом нужно говорить очень многие в россии в семнадцатом году думали что обойдется не обошлось и понимали что ты я все видел все понимал все понимал только ручками своими ни к чему прикасаться не хотел зачем пусть это кто-то другой пусть это как-то само и успокоились страна большая здесь загадим туда перейдем на чистую травку там усядемся вместо много обойдется найдется не обошлось мне кажется что автор это им этого документа этого письма хочет обратить внимание людей на то что они едины должны быть своих порывах так или иначе при всей разности точек зрения но они не могут быть равнодушны к тому что происходит это живые жизнь давайте все-таки понимать за что господь сейчас вразумляет господь долго терпелив и многомилцы но гнев его страшен я не испытываю радости от того что сейчас льется русская кровь на украину стоит другой стороны но нужно быть честным вот вы знаете порою ощущение что мир сошел с ума но смотрите результаты евровидения или то что детей во французских школах мальчиков требует чтобы они пришли в женской где в девичьей одежде а девочки мужской чтобы как бы так сказать равноправие полов было и так далее так далее это кстати это 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 материал нашего канала бесогон тв потому что это чистая бесовщина собственно мы вот и стараемся как-то по крайней мере обратить на это внимание но я другом хотел сказать глубочайшее незнание и непонимание русского характера русского менталитета и россии вообще глубочайше непонимание того что вообще словосочетание наказать россию оно автоматически вскрывает возбуждает в русском человеке веселый азарт лихого воина чего наказать ну-ка ну-ка это происходит внутри я больше того скажу да санкции данию да много проблем наверняка может их еще больше будет но это не знать россию предполагать что эти санкции могут россию нагнуть вспомните историю ее неплохо просто знали именно в самые тяжелые мгновения самые тяжелые моменты россии она консолидировала как собрала людей война как собирала людей необходимость выжить и в этом смысле мне кажется вот это непонимание которое существует в мире оно как бы мне хотелось очень может пойти на пользу именно россии мы сконцентрируемся на себе мы наконец поймем что кроме нас самих нас никто не накормит мы наконец поймем что запасные части для наших вооружений должны делаться у себя в стране мы наконец поймем что так или иначе та наука которая уходит и уезжает на запад потому что там удобнее работать должна работать здесь и нужно создавать этой науке все условия чтобы она работала у себя дома на отечество не хочется в это верить хочется мне перед боем сказать вам панове что такое есть наше товарищество бывали в других землях товарищи но таких как в русской земле таких не было товарищей так любить как русская душа любит не то чтобы умом а всем чем дал бог что не есть тебе так любить никто не может давайте помогать детям помогать тем кому наверное меньше всего помогают это детям детям донбасса которые нуждаются в больницах в лекарствах в холодильниках в генераторах и во многом другом вы можете это привести к нам на склад нам в офис вы можете перечислить деньги сегодня важно не пройти мимо наших детей это наши дети достаточно того что мы очень много их убиваем не понимая что это огромный грех давайте хотя бы помогать детям которые нуждаются в помощи сегодня не завтра а сегодня спасибо спасибо